Ребята, здравствуйте. Привет. Как вам прошедший концерт? Ну, я не знаю. Заводите левую. Нам очень понравилось. Серьезно? Ну да, мне понравилось. Публика хорошая, поддерживает. Ну, вот, у меня всегда инцидент там вначале, да, то, что на первой песне, по сути дела, отправили в нокаут одного из зрителей там, да, в МОШе, вот, и в итоге концерт на 15 минут вообще остановился, да, это, конечно, нас немного смутило, и, ну, так, мы не знали, да, как себя вести дальше, но в итоге все продолжилось, все хорошо, и, в принципе, и порадовал и клуб, и город, нам понравился. Потому что с парнем все хорошо. Ну да, да, с парнем все хорошо, у него сотрясение мозга, но... Да, ну все хорошо, у него сотрясение мозга, да. В целом, как бы, мы рады в пирожце Ярославля, и... Если парень будет это смотреть, мы за тебя переживали. Да. Да. С удовольствием вернемся еще раз. Нам очень понравилось. Зовите вас. Ярослава. Блокет. 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 Понравился город? Очень понравился, да. Очень красивый магнитик. Ничего не видели? Это круто. На самом деле, очень чистый город. Мы на такси... Ни одной мусорке не видели, как город чистый. Как? Как вы это делаете? Как? Спасибо, что ты любил меня. А что, значит, я люблю это делать? Ты ходи пить, ты уже говорил. Да, действительно. В начало выступления просто... Hello, Wakin. Bye, Wakin. А какой вопрос был? Понравился ли город? Понравился. Да я уже все. Он все перегорел. Часто не встречаются на концертах и консиденты? На самом деле, в первый раз, какой серьезно в нашей практике. Кому-то там когда-то разбивали нос, кто-то там падал, поднимался, там какие-то... Были мелкие потасовки? Ну что, парень ушел в локаут? Или впервые? Были моменты... Когда кричали еще... Извини, пожалуйста, опять керебил. Да ебать. Кричали... У него остановилось сердце! Что? Были моменты, когда люди просто агрессивно себя вели. Но в моши, когда люди просто мошатся и не проявляют никакой агрессии. Люди просто отдыхают. Вот. Это частенько случается. А есть такие, которые напиваются и идут на контактный мош. Когда... Да, да. Нарочно. Чтобы, не знаю, завязать драку, либо у них хорошее настроение. И, естественно, разбивают и носы, роняют людей. Но мы на самом деле... Это... Вот... Мы против такого. Да, да. Против такого. И это, слава богу, единичные случаи, когда у нас случались. У нас был один раз случай, когда мошаты согнали все первые три ряда девчонок, маленьких ребят, к нам на сцену. И мы практически человек 30, наверное, стояли на сцене и играли, потому что, может, мы не давали как бы нормальному блюду, который не любит мошица присутствовать на концерте. Но потом все разрулилось. Все было очень супер. Все человек 30 играли. Да, прыгали, да. Хотелось обратиться к слушателям, которые... Люди приходят на какой-либо концерт, то что... Чтобы люди отрывались и не проявляли никакой агрессии на концерте. Потому что для чего ты приходишь отдыхать? Музыканты дарят тебе музыку, ты под нее мошишься. Ну, грубо говоря, танцеваешь. Вот и все. Чтобы люди просто отрывались. Ну да, она самая. Расскажите вообще о группе, когда создались, собрались. Лео? Лео? Да. 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 Лео! 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 Вы пришли именно сразу в этот стиль? Вы бы еще играли? Ну, кажется, и с вас. Мы всегда экспериментируем. Потому что, когда пришел я в коллектив, принес свое видение. У нас изменилось определенное видение, как делать музыку, что играть, каким образом играть, что преподносить. Ну, и, грубо говоря, учились делать. Да, учились вообще с маля. И потом пришел Сережа, который принес еще свои клевые фишки, которые мы тоже начали активно использовать. Ну, вот, научились там всякие фишки с электроникой делать, развиваем активно. И, соответственно, новый альбом, который мы сейчас пишем, он будет еще кардинально отличаться от того, что мы делали до этого. У нас все треки, в целом, получаются разные. Ну, нашим признал заключение, что будет. Мы хотим охватить больше слушателей, чтобы не только людям, которым нравится тяжелое нас слушали, но и электронное, более вольтовое, и чистый угол. Тоже является частью вселенной. У меня папа, который не слушает в целом вообще такую музыку, пришел на наш Sony в моде в прошлом году, в ноябре. Он, в целом, вообще никогда не был на таких концертах и не любит тяжелую музыку. Он, на самом деле, после этого аплодировал стоя, и меня хлопал по плечу. Хотя, изначально, как бы, был против того, что я занимаюсь музыкой, но потом, когда он понял, что мы делаем и как мы делаем, он просто был в восторге. Соответственно, поддержка семьи тоже для нас очень многое значит. Тем более, это лучше, чем пить пиво в подъезде. В общем, в итоге, как бы, мы просто стараемся соответствовать рынку, да, то есть не заниматься только каким-то одним стилем, да, развиваться, и разные направления, как-то пытаться, не действительно, как с косо сказал, экспериментировать, то есть попробуем здесь, попробуем здесь, соединяем разные стили, и многие получатся такой некоторый микс, который, в принципе, интересен больше, чем мы слышим. Ну, самое главное, мы пытаемся делать качественную музыку. Да. И что нам с вами не нравится очень. Аааа! Дану вас! И еще очень важный момент, что мы не пытаемся играть моднявую музыку и одеваться по-модному. Хрен знает. Ааа! Говорили с меня! Забудем. Моднявый парень. Не, мы на самом деле играем музыку, ну, ладно, моднявую. Я забыл. Но она нам нравится, мы получаем от нее удовольствие. Ну да. Но все равно относительно молодая команда. И на данный момент... Забудем. Забудем. Доворотный момент в вашей карьере встречался уже. Ну да. Да мы поехали на лапе. Я знаю, где мы. У нас там их два, наверное, было, я скажу. Первый — это выпуск альбома, который мы писали. Полностью на... ну, своими силами полностью, да? То есть все. Дома, на своей репточке. Да. Опять же, мы учились с нуля писаться. Не знали, как это вообще делается. И писали он слишком долго. Мы писали его год. Был накопленный материал. Параллельно, пока мы писали, мы додумывали тоже, опять же, какие-то новые фишки. Но вот у нас получился такой хороший альбом. И, соответственно, это наш первый такой серьезный крупный шаг под написанием и выпуском альбома. А второе — это неожиданная победа на российском конкурсе Wacken Metal Battle, Russian Metal Battle. Ну и, соответственно, поездка в Германию на крупнейший метал-фестиваль. Представлять Российскую Федерацию. Ничего себе. Российскую империю. Не лисусь, а! Там было 80 тысяч человек. Ронштайн там были хэддрайверами. Там были Деперпл, Дривиум, Девил Драйвер. Очень круто. Потому что это другой уровень концертов, другой уровень организаций. И мы просто, посмотрев на это все, поняли, что есть чему мы стремились. И, соответственно, мы пытаемся просто то же самое, что там люди и вот такую же организацию, такую же подачу. Вырасту систему. Мы стараемся просто привнести это на наш рынок, чтобы слушатель наш понимал, что команда не пришла там просто душнить в клуб. И там отыгрывать свои 30-40 или час. А что она полностью выкладывается. И, соответственно, выкладывается в организацию. Мы, на самом деле, еще стараемся подавать пример молодым группам, чтобы они смотрели на нас и понимали, что нужно тоже делать качественную музыку. Не делать одеяло на себя, а то, что мы все заодно. Нужно хорошо друг другу относиться и на концертах тоже играть все слаженно. Да, часто задают вопросы, а как вы добились такого успеха за такой короткий срок? Ответ прост. На самом деле, я не могу сказать, что это прям грандиозный взлет. Это не так. Мы просто работаем над собой. Что, маленькими ступеньками? Да, да, да. Мы не бежим наверх на гору. Мы маленькими ступеньками, как сказал Костя, поднимаемся. И каждый развивается, развивает в себе музыкальность, работает над собой. И главное, это делать качественно. Вот и все. Весь секрет. Мы бы, конечно, поднялись со скоростью сатсана, но... Ну, а как это делаешь? Научите кто-нибудь. После участия фестиваля... Какой-нибудь фестиваль? Вакина, да? После Вакина. Ну, там европейцы были, да? То есть, у нас наши слушатели, российские, они просто как бы закатировали это. Потому что у нас есть видео, мы выкладывали и рассказывали об этом фестивале. Соответственно, у нас есть определенная фан-база, которая прибавила. Вот, в принципе, определенное количество человек из Европы тоже, да? И самое главное, что, наверное, что несколько лейбов, да? Вот, зарубежных, они за счет этого заинтересовались. То есть, это главное, да? После этого фан-база увеличится быстрее. То есть, какого-то прямо безумного притока, наверное, не было, да? Но определенный, конечно, процент он прибавился. Раду мы заметили ВКонтакте, когда выложили фото, где мы в конце выступления на фоне толпы сфотографировались. Ну, типичные фотографии. Ну, несколько умельцев из России написали, где они в расисты. Собрали столько народов в фотошоу. Ну, фотошоу, фотошоу, фотошоу. Около 7-8 тысяч людей. Ну, там шатер был огромный, как бы, как Ледовый дворец. Ну, у вас, наверное, тоже есть, да? Ледовая площадка. Ну, вот, и когда открывается занавес, а группа, которая на саундчеке, у нее дается буквально пять минут подключиться, собраться. И все с занавесом. Мы не видим, что происходит там, как бы, и они не видят нас. Занавес раздвигается, и ты видишь такую толпу, которую все хлопают, аплодируют. И самое удивительное, что публика, которая там была, она была заточена в таком более классическому олдскульному металлу. Ну, трэш-металл там. Дэс-металл. Блэк-металл. Спид-металл. И главное, а у нас же все-таки электронные вставки есть какие-то. Мы очень боялись приехать на этот фестиваль, да, с такой мейнстримовой музыкой, с электроникой. И самое удивительное, что у тебя эта публика очень активно нас поддержала. Когда услышали первые нотки электроники, и они все стали аплодировать, это было очень хорошо. Ну, на самом деле видела реакция. Да, мы на самом деле даже не ожидали, мы очень боялись. Мы подбирали более метальные треки под сет, чтобы как бы публику более зарядить металлом. Но мы не ожидали, что более электронные вставки люди все-таки больше даже закатируют. Хотя было круто, мы видели, что в середине там танцпола народ прыгал, умещал. Даже Circle Peter были. Тем более то, что немцы, они сами по себе такие сдержанные люди, но мы передали свою энергию и не возвращали нам обратно. Было очень приятно, очень круто. Главное, после выступления прибегают два бюргера под 40 бочков. Ботаники такие Кац, Кац! Иван Фото ВСЮ! Давай! Просто непонятно откуда, просто выбегают непонятно откуда за кулисами. Мы только разделись, там распарены с гитарами висим. Просто мужики Супер, супер, давай фоткаться! Это было, конечно, такое первое просто впечатление после концерта. Крутое. Реально, удачи. Да. Да. Ещё вопросы? Конечно. Или вы же бежите. Давай, давай, давай. Готовы? Да. По поводу концертов в России. Вам больше нравится, где играет Москва-Питер? Мы очень мало играли пока что. Да, у нас как такового дура большого по России не было. У нас два или три откладывался. Ну пока, да. Планируем на осень. Мы очень часто выезжаем в Псков. Нас как бы там хорошо принимают. Там есть отличная площадка, где нас знают организаторы. У нас много друзей в Пскове живёт. Вот. Несколько раз мы играли в Москве. Но это было... На одном концерте было неплохо с народом. Второй раз, когда был Metal Battle как раз, на конкурсе, когда мы выступали, там народу было совсем мало. Потому что организаций таковой практически не было. Народ как бы даже не знал о концерте. Ну, да, там ещё такая... Открытие дверей в девять, а открылись они в семь. Я подытожу, наверное, смысл на том, что на периферии люди не такие искушённые музыки, как в Питере и Москве. Поэтому, наверное, люди не так много ходят, но они поддерживают лучше. То есть в Питере люди зажравшиеся уже, да. Кажется, что приезжают. Ничего плохого про Питер не можем сказать. Это наш любимый район город, да. Но просто там очень много гигов проходит. И выбор очень большой. Конкуренция безумная. Вот. Поэтому, как бы, там перебить слушателей, да. Там все критики. Они все приходят, и там, ну, что-то чуть-чуть-то не то сделал. Уже... Уже не то, да. Вот. Все-таки на периферии больше к этому относятся, как бы... Более лагеря. Более сам. Поэтому нам нравится и то, и другое, да. Просто, ну, тяжело сравнивать, да. Питер в нашем доме, мы любим там играть. Но... На периферии тоже офигенно, ты поймался. И самое сложное, это доказывать то, что ты хорошо играешь, ты хороший коллектив. Потому что люди, когда приезжает фермовая команда, в Москву, в Питер, Люди думают... Да, да. Да даже не знают. Иностранцы приезжают, и люди такие, о, фермачи, наверное, круто. Слушают. Да, да, да. И слушают. Даже если группа, ну извините, говно, они все равно, блин, ну что-то в ней должно же быть такое. Фермачи? Да. Давайте слушать. А если ты русская команда, но ты знаешь, что ты хороший коллектив, ты качественную музыку делаешь, и тебе нужно стоять на сцене и доказывать это. Вот здесь очень сложно. Презумпция виновности. То есть изначально ты выходишь и... Потом уже... Ну да, да, да. Не, это как подход и российского, и европейского слушателей. Европейский смотрит и говорит, ты крут, не облажайся. А в России ты говно, докажи обратное. Да, именно так. К сожалению. Полярная тема. Вот стереотипа Арашка Кори. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Постоянно. Я просто добавляю кому-то в друзья на спам аккаунте. Че вы играете? Вы откуда? Ну обычно люди аггессивно... Я такую музыку не слушаю. Через два месяца пишут... Ничего себе, я два месяца потерял. Блин, вы крутые! Зачем просто накабиниваться? Ну да, люди, к сожалению, аггессивно себя ведут. Когда ты что-то предлагаешь искренне. Послушать хорошую музыку. И люди просто могут и грубить, и все что будет. Я согласен, что в последнее время очень увеличилось количество спама от музыкального коллектива. Это хорошо, потому что музыканты сами ищут своего слушателя. Но иногда получается то, что слушатель встает от того, что по 50 человек в день добавляется и говорит, послушай то. И не всегда это как бы хорошая музыка. Ну, каждому слушателю свою музыку делается. Есть ли в вашей сфере музыкальной? Крупный фестиваль? Платин, все. Нет, конечно. Их очень много. Дело в том, что это не только сфера тяжелого музыка. У нас широкий жанр. Это, пожалуйста, европейский. Это даунлоуд, рок им ринг, рок им парк. Это такие серьезные мероприятия, пока сюда тяжело попасть. Есть как бы крылья, есть воздух, но там больше рок как бы. Но окнаткрою. Кубан. 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 Потому что типичный российский слушатель, он как бы не привык к этой музыке. На Западе эту музыку слушают издавне. И как бы эта музыка родилась на Западе. У нас российские слушатели больше. У нас в Ярике тоже есть команда, которая никогда вообще не дают концертов здесь. Наш хороший дружище, Димка, у них на вокале. Мы его хорошо знаем. Куда они? На Японии. Мы хорошо его знаем. Мы должны были, кстати, раз в два с ними играть в Питере. К сожалению, там у нас концертные даты не совпали. Поэтому, к сожалению, у нас тоже есть даты. Но, надеюсь, мы разделим с ним сцены какую-нибудь. Чуваки. Да, еще у нас эво есть. Эво. Которые не пришли в конце. Да. Говорили, просто, в лоб. Чуваки, мы пойдем поддержать. И, ребят, почему не пришли-то? Мы их уже посмотрели в Питере. В общем, нужно воспитывать публику в нашей музыке. А пока нет качества... Это сделать сложно. Так что, ребята, музыканты, давайте стараться делать качественное. А еще вот самый главный момент по поводу объединения, это еще то, что у нас в отличие наших коллективов, допустим, слушателей от Европы до Америки, там они делают коалиции некоторые, ездят, допустим, целыми группами, 5-10 групп, у нас каждый сам за себя, то есть все говно, я крутой, то есть вот так вот, так, чтобы объединиться, допустим, и все вместе продвигать такую музыку, такого нет, все как бы друг друга смотрят, у нас есть группы, с которыми мы общаемся, с которыми мы общаемся, мы поддерживаем дружеские отношения, да, и как бы вместе там, ну, как-то стараемся друг другу взаимопомощь оказывать, да, но зачастую мы фидбэка от них не видим, то есть мы там, чуваки, давайте, а чуваки как-то, ну, мы типа сами по себе, да, мы сами, даже вот сегодня мы в клубе играли, да, вот, мы приехали, да, из Питера, как бы, 12 часов ехали, да, чуваки перед нами играли в One Step to Madness, да, и я слышу, как бы, они собираются, и говорят, ну, что, может, посмотрим, кого он тут всех-то, такие, о-о-о, я там знаю, да, то есть просто они даже не могут остаться, то есть мы их послушали, там, да, там, оценили, кому-то, может, что-то не понрав да, ну, как-то ребята, повезли, ну, составлять не смысл ничего не хотите, ну, просто это сам менталитет, суть позиции, что, я отыграл, я домой, все, я в большомтии не волнуются. Не, ну, я сам подружу, ну как же, ладно, все, я подружал, я отыграл, а все остальное меня... Сауна. Да, да, то есть, ну, такая вот тема, ну. Давайте подытожимся, ну, закончим, впереди, мы, насколько понимаю, альбом. Второй альбом, который будем делать сейчас, ближайшее лето. На самом деле, самое главное, это реальная отборчивость, потому что это новый уровень, новое звучание, новый трек, новый подход к слушателям и от этого будем отталкиваться. Соответственно, сейчас наши переговоры с одним из крупных лейблов, немецким, идут на стадии таком, они послушали несколько треков с альбомом и сказали нам нравится, высылайте нам отбор. И мы будем обговорить условия, какие они будут, переезд или не переезд, у нас группа готова, если надо переехать в другую страну, реализация альбома, туры, open air и так далее, если он будет продаваться, если он будет нужен людям, соответственно, наша группа будет процветать и дальше развиваться, если он будет не нужен людям, соответственно, мы, конечно, все вкладываем в максимум усилий, максимум сил, времени и старания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok